Второй сезон проекта «Танцуй в компании» выдался более масштабным, а также креативным. А все потому, что участники этого года, хоть и представители серьезных профессий, но с огромным творческим потенциалом. Нетанцующие люди рискнули заниматься, рискнули выйти на паркет при огромном количестве зрителей. У нас зрителей больше 150 человек. Конечно, это очень страшно, они волнуются. Но, мне кажется, самое главное, они с этого паркета выйдут другими, более уверенными в себе, более раскрепощенными и более счастливыми. Визитка, конкурсная программа и домашние задания. Все три выхода были исполнены настолько профессионально, что явного лидера заметить было очень сложно. Нам было очень непривычно в течение месяца учить столько танцев, но мы каждый день ходили на тренировки. И нам очень повезло с нашим руководителем. Это было незабываемо. И, мне кажется, такой шанс предоставить наш жизнь. Конечно же, мы хотим победить. Вне зависимости от того, я думаю, что мы победим, скорее всего, над собой, над своими какими-то комплексами даже, которые у нас были. Мы не умели танцевать, здесь немножко научились. Прежде всего, над собой победа, действительно. В принципе, мы с нуля. Мы пришли, два прихлопа, три притопа. Теперь мы чувствуем себя звездами. Уже на шестой, всего лишь седьмой ранг тренировки. Ой, ну и на сто процентов. Мы уверены прям в своей моменте. Ну ладно, даже если мы не победим, все равно. В случае, самое важное участие, важен этот месяц, а это уже, конечно, такая вишенка на торте. Это мероприятие. Среди дизайнеров, художников, общественников, представителей администрации и глянцевых издательств самыми сильными оказались медики. Хип-хоп. Я до этого никогда не танцевала хип-хоп. Он очень интересный, ритмичный, достаточно широко амплитудный. И это очень тяжело было исполнять. Ну, мы падали, подскальзывались, естественно. Очень много было у нас интересного. И как уже было отмечено, главное не победа, а компания. А здесь собрались только лучшие.